здравствуйте это первая часть о настройке рабочего окружения веб разработчика и инструментах которые используются просим обратить внимание что мы рассмотрим только основные необходимые инструменты для веб разработчика если вас интересует больше и вы хотите этим поделиться то мы будем рады вашим комментариям если вы новичок и хотели узнать как работает команда с одним проектом то здесь вы узнаете небольшие тонкости касающиеся командной работы операционная система для веб разработчика выбор операционной системы это дело каждого и может вызвать много споров но мы хотим поделиться с вами почему мы не используем windows в разработке как веб разработчику мы рекомендуем использовать операционную систему на базе linux или unix подобные дистрибутивы на базе ядра linux это debian ubuntu arch linux и другие дистрибутивы unix подобные это всем известный mac os от компании apple freebsd openbsd netbsd и так далее мы используем в работе ubuntu версии 1604 так как она является lts версии длительной поддержки какие же преимущества дает работа на linux и unix веб разработка это не только писать код в блокноте или айди редакторах это также работа в терминале особенно это касается бэкэнда что подразумевает работа в терминале это работа системой контроля версий отладка тестирование разработка и многое другое что не очень удобно при работе windows терминал ubuntu или mac os это очень мощный инструмент и незаменимый помощник веб разработчика трудно описать в обзорном видео все преимущества вам стоит попробовать и тогда и только тогда вы сможете оценить разницу если только вы не рисуете простые формочки html и работаете один далее мы будем рассказывать о рабочем окружении на linux и unix подобных системах редактор выбор редактора это личное предпочтение мы бы советовали приглянуться из бесплатного это атом со множеством расширений из платных но возможностью бесплатного тестирования и очень большой скоростью работы так как не написано на основе электрон это sublime shell или оболочка для терминала по умолчанию в ubuntu используются bash так что же лучше bash или zsh лучшее в shell это автодополнение автодополнение есть и в bash этим никого не удивишь особенно хорош в этом смысле bash completion который позволяет дополнять не только пути к каталогам но искать пакеты для установки если вы ранее не использовали его советуем обязательно его установить zsh может удивить вас пожалуй автодополнение одна из его сильнейших сторон сразу же нужно отметить тот факт что zsh является модульным и для расширения его возможности необходимо подключить или в некоторых случаях установить нужные модули горячие клавиши насколько известно нам в bash горячие клавиши изменению не подлежат впрочем не исключено что мы ошибаемся что касается zsh как вы уже догадались zsh все возможно настроить под себя zsh очень удобен для повседневной работы и делает добрую половину рутины за вас так если вы используете shell для повседневной работы исключающие написание скриптов используйте zsh если вам часто приходится писать свои скрипты то используйте bash стоит упомянуть об open source проекте для управления конфигурацией zsh он называется ох май zsh это очень мощный инструмент готовый к использованию советуем его использовать всем разработчикам ключевые моменты выбор шаблона для оболочки с различной цветовой фактурой и представлениями огромный выбор встроенных алиасов и плагинов гид или система контроля версий гид эта система которая отслеживает и фиксирует изменения в файлах с его помощью вы можете откатиться на более старую версию вашего проекта сравнивать анализировать сливать изменений и многое другое это процесс называется контролем версий существует различные системы для контроля версий вы возможно о них слышали svn cvs биткипер и другие гид является распределенным то есть не зависит от одного центрального сервера на котором хранятся файлы вместо этого он работает полностью локально сохраняет данные в папках на жестком диске которые называются репозиториям тем не менее вы можете хранить копию репозитория онлайн это сильно облегчает работу над одним проектом для нескольких людей для этого используются сайты вроде github bitbucket или собственный сервер с репозиторием да именно с помощью гида работают в команде веб-разработчики есть основное хранилище кода и когда кто-то провел работу над какой-то его частью например изменил форму для обратной связи добавил поле и поменял стиль затем от тестировал работу изменений локально или на тестовом сервере он отправляет в основное хранилище свои изменения и если второй компаньон по работе над проектом отправляет свои изменения он сначала должен получить изменения которые несли вы так как вы отправили их раньше затем если конфликтов нет то есть вы не изменяли один и тот же файл отправляете свои изменения это очень мощная система и мы познакомим вас немного позднее с ней после этого вы будете работать только в ней если вы работаете один вы все равно обязаны ее использовать докер докер это открытая платформа для разработки доставки и эксплуатации приложений докер помогает выкладывать ваш код быстрее быстрее тестировать и уменьшить время между написанием кода и запуском кода докер делает это с помощью легковесной платформы контейнерной виртуализации используя процессы и утилиты которые помогают управлять и выкладывать ваше приложение в своем ядре докер позволяет запускать практически любое приложение безопасно изолированное в контейнере безопасная изоляция позволяет вам запускать на одном хосте много контейнеров одновременно докер образ это read-only шаблон например образ может содержать операционку ubuntu с page и приложением на ней образы используются для создания контейнеров докер позволяет легко создавать новые образы обновлять существующие вы можете скачать образы созданные другими людьми например первый вариант не устанавливая mysql локально в системе вы можете развернуть образ докер с mysql и хранить базу локально уже не в контейнере а на вашем компьютере удалили образ базы остались и не остался мусор и связи после установки базы данных второй вариант вы запустили контейнер с mysql версии 5.0 и захотели протестировать работу кода на версии 5.5 остановили контейнер запустили с версии 5.5 все быстро и чисто затем удалили контейнеры и все как ничего и не было также вы можете запускать разные версии php ruby причем контейнеры могут работать с друг другом возможности этой системы очень огромные так что рекомендуем к изучению на этом первая часть инструментов рабочего окружения завершена это то что вы обязательно должны знать и использовать далее мы будем рассматривать различные инструменты более подробно настройку и установку и краткую инструкцию по использованию подписывайтесь и развивайтесь не забывайте ставить палец вверх если вам это нравится и мы дальше будем вам показывать и рассказывать настройка серверов и разработка это то что мы будем периодически публиковать ближайшее время мы начнем выкладывать видео с обучением разработки в laravel до новых встреч и не забывайте терпение и труд и нет ничего невозможного